День Арафа отмечается в девятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зульхиджа. День посещения участниками хаджа горы Арафат возле Мекки, где паломники совершают намаз у подножия горы Арафат. Это место, где по легенде встретились Адам и Ева после изгнания из рая. День Арафа – самый дорогой из дней. За совершение благих поступков в этот день вознаграждение увеличивается многократно. Воистину, никто, кроме Аллаха, не знает его истинную величину. Что касается горы Арафат, то это место, которым Аллах почтил паломников. А День Арафа – это подарок Аллаха для всех его рабов, где бы они ни находились. Поэтому тот, кто хочет утешить себя по причине, что ему не удалось совершить хадж, посетить Дом Аллаха и побывать на горе Арафат, должен воспользоваться этим днем. Какое бы благочестивое деяние ни совершил человек, стремясь к Аллаху с чистым намерением, в Судный день он, несомненно, увидит вознаграждение за него. И одним из самых важных поступков, которые приближают нас к Аллаху – это пост в День Арафа. Соблюдение поста в этот день является желательным действием – сунна. В достоверном хадисе, переданном муслимам и другими учеными, говорится, что когда пророка, мир ему и благословение спросили о посте в День Арафа, он сказал, «Грехи того, кто будет поститься в этот день, смоются за предыдущие и последующие годы». Мать правоверных Айши, да будет доволен ею Аллах, сказала Масруку, да будет доволен им Аллах. «О, Масрук, не слышал ли ты, что посланник, мир ему и благословение, сравнивал пост в День Арафа с постом в тысячу других дней?» От Байхаки и Табарани. Имам Рамали поклялся, что пост в День Арафа смоет большие и малые грехи обоих лет. Но грехи перед людьми смоются лишь после того, как обидчик попросит прощения у тех, кого обидел. В этот день могут не поститься больной и путник при трудностях. Если нет трудностей, можно поститься. Тому, кто совершает хадж, в этот день желательно не поститься, для того, чтобы иметь силу для богослужения на горе Арафа. Достоинство стояния на Арафате Все паломники, совершающие хадж, в этот день собираются на горе Арафат. Стояние на Арафате является самой основной частью хаджа. Без этого хадж не действителен. Стоянием на Арафате считается нахождение на горе Арафат Хоть один миг девятого дня Зульхиджа, то есть дня Арафата, в промежутке от полудня до рассвета следующего дня. Сбор на горе Арафат является самым крупным ежегодным сбором в исламском мире. Здесь собираются разнообразные приближенные любимцы Аллаха. Будалай, Утбу, Автады, Сиддик-эми, Мукарибуны, Алимы, Имамы, Мударисы, Загиды, поминающие Аллаха, щедрые, любящие Аллаха и Его посланника, мир ему и благословение, мусульмане. Здесь не спосылаются блага и милости Аллаха, которые нигде в другом месте и никогда не спосылаются. В хадисе говорится, «Таким опозорившимся, исхудавшим, униженным и разгневанным сатану не видели, кроме как в день Арафа и в день битвы при Багре». И это из-за того, что сатана видит, как на мусульман не спосылаются блага и милости от Всевышнего, и смываются их грехи. Здесь смываются большие грехи, которые нигде в другом месте никогда не смоются. Есть хадис, «Самый большой грешник, тот, который, находясь на Арафате, думает, что его грехи не смыты». От хатиб дай лами. «В этот день поминают Аллаха так, как никогда и нигде не поминают. Больше Ему поклоняются. Больше молят Его. Мусульмане проявляют много слез, много читают Коран, поминают Аллаха, восхваляют Его. В этот день мольба, дуа, в которой содержится просьба о хороших людях, принимается даже у тех людей, которые имели грехи. Благодать и хорошая дуа праведников также получают имевшие грехи мусульмане. В хадисе говорится, что Всевышний сказал, «Это ваше собрание наделено барракатом, и плохой человек подарен хорошему, то есть ради хорошего принят и плохой. И вашему хорошему дано, что он просит. Теперь вы возвращаетесь». Ибн Мажа. Некоторые хадисы о достоинстве пребывания на Арафате Нет ни одного дня, в котором от огня ада Аллах освобождает столько своих рабов и рабы, как в день Арафа. Поистине, Он в этот день приближается к людям и перед ангелами гордится ими. Он спрашивает, чего же они хотят? От Муслима и Насаи. Всевышний к вечеру дня Арафат гордится теми, кто здесь присутствует, и говорит ангелам, «Вы посмотрите на моих рабов, которые нерасчесанные и запыленные в дороге пришли ко мне». Значение стояния на Арафате Когда увидишь множество людей на Арафате и услышишь, как они следуют своим предводителям, нужно вспомнить Арасат, место, где все соберутся в судный день. Представить, как там будут толпиться люди и как они группами пойдут за своими пророками, и как одних примут, других отвергнут. Помня об этом, постоянно держи сердце в кротости, боязни, в надежде и мольбе. Это очень ценно, ведь это день, когда сердца любимцев в Аллахе направлены к Аллаху. Если ты так будешь молиться Аллаху, есть надежда на то, что Аллах смилуется и поднимет тебя в судный день счастливым. Всевышним не спосылается благо через сердца праведников, Валиев, Будалаев, Автадов и так далее. Когда мысли их будут направлены к Аллаху, когда в мольбе и просьбе сердца всех будут направлены к Аллаху, когда все с возведенными руками, благоговее и пьянее от любви к Аллаху, обратят свои взоры к небесам, когда в надежде на милость их шеи вытянутся, когда раздадутся плачущие голоса, когда все вместе будут просить о милости Аллаха, ты никогда не думай, что милостливый Аллах оставит их надежду несбывшейся, что их дуа будут безответными и их просьбы будут отклонены. Труд окажется бесполезным и что Всевышний на них не ниспошлет благо и милости, в которых они будут погружаться. В хадисе говорится, самый большой грех стоять на Арафате и думать, что его грехи не смыты. Там, когда люди соберутся со всеми праведниками вместе, прошение о неспосылании благ является самой большой мудростью, тайной и смыслом хаджа. Из книги Ихья имама Газали. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение сказал, «Хадж» — это стояние на Арафате, Ахмад Хаким Байхаки. Нет человека глупее и несчастнее, чем проводящий этот день безалаберно, в поисках еды, в разговорах или за другими ненужными и вредными делами. Подумайте только, это самое большое собрание людей в мире, время, когда от ада освобождаются заслуживающие его. Пора, когда паломниками гордится Аллах. Пора, когда сатане сломят спину, когда не спосылаются самые большие милости и блага Аллаха. Также мудростью Арафата является объединение мусульман. Бедняк, богач, царь, раб, араб, не араб, белый, черный, не различая никого, одевшись в одинаковые белые храмы, с непокрытыми головами, выражая бедность, нужду и потребность в милости и жалости Аллаха. Протягивая вперед руки, они будут просить Аллаха об отпущении грехов. Нет другого равноправия в истории человечества. Такой соблюдающий равенство народа в религии является ислам. Этикет проведения дня Арафа. В день выхода из долины Мины в Арафат желательно совершать полное омовение. Купание на Арафате. Это лучше делать в местности Намрат. Но так как ныне это трудно, можно искупаться еще будучи милой. Можно также искупаться по прибытии на Арафат. Если с утра до обеда искупаться, то сонна считается выполненной. По возможности желательно с Мины на Арафат идти пешком. Если это затруднительно, то нет никакой проблемы отправиться на транспорте. Это касается не только Арафата, но и Мины и Муздалифа. То есть, всюду желательно отправиться пешком. По пути на Арафат читает Лабайка, Зикру Таспих, Коран. И это Дуа. Кто не умеет читать на арабском, может прочитать на своем языке. Смысл. О мой Аллах! Сделай этот выход самым хорошим утренним выходом, приближающим меня к Твоему довольству, самым отдаляющим меня от Твоего гнива. О мой Аллах! Я с утра вышел к Тебе в путь. На одного Тебя я полагаюсь. Я захотел Твоего довольства. Ты меня сделай тем, кем Ты будешь гордиться перед ангелами. О мой Аллах! Я повернулся к Тебе. Я захотел Твоего довольства мной. Ты сделай мой грех смывшимся. Сделай принятым мой хадж. Мой труд тоже сделай заслуживающим вознаграждение. Не оставляй меня без ничего. Затем читает Лабайка и Салават. В день отправления на Арафат как можно больше нужно защититься от греховного и сомнительного. Нужно есть халал и надевать халал. Ибо дуа, прочитанная после того, как съедено запретное, трудно будет приниматься. Если нет другой еды, чем харам и сомнительное, то есть нужно очень мало, плача и жалея, и прося пощаду Всевышнего. В день Арафата паломнику не предписано поститься. Это для сохранения сил в поклонении. Из этого тоже становится понятно, что на Арафате огромное значение и имеет мольбы и словословия, ибо желательный для других постдень Арафата, а для паломников является нежелательным. В этот день нужно мало есть, употреблять легкую пищу, дабы не затруднить себя в ободате. В этот день не надо откладывать всякие дела на послеобеденное время. После обеда полностью занимаемся поклонением. При Ибадате на Арафате садятся лицом кааби. Нужно избегать бесполезных и лишних разговоров, особенно споров. Нужно много читать лабайка, много поминать Аллаха, читать дуа, салават, каран. При чтении дуа не ограничивается только собой. Нужно упоминать родителей, родных, близких, друзей и всех мусульман. Не надо пытаться подняться на гору Джабалу Рахмат. В этом нет никакой необходимости. Поднятие на нее является новшеством. Более того, порицательно подниматься на нее. Зря уходит время. Устает тело. Солнечная жара ослабляет человека и даром тратится самое драгоценное время для поминания Аллаха. Желательно сидеть, повернувшись лицом к кибле. Пребывание на Арафате должно пройти в поклонении Аллаху. Человеку следует просить Всевышнего, не привязывая сердце к мирскому. Плача. Нельзя в этот день никого считать униженным. Нельзя кричать на просящих. Как можно больше раздает милостыню. Во всех нужно видеть любимцев Аллаха. Говоря вкратце, в этот день, начиная с обеда, нужно, уберегая тело от всего противоречившего шариату, очистив сердце от мирских забот, привязав тело и сердце к поклонению Аллаху, читать доспех. Субхану Аллах. Тахмид. Аль-Хамду лилля. Зикру такбир. Аллаху Акбар. Лабайка. Коран. Салават Пророку, мир ему и благословение. Прося смывания грехов. Всего себя отдавать этим деяниям. Арафат – очень восхваленное место. Не всем дается благо находиться там. Возможность пребывания на Арафате является величайшим благом, за которое и нужно воздать хвалу. Хотя в полной мере мы никогда не сможем этого сделать. Каждый миг, который здесь упускается зря, для разумного ценнее всего мира и всего, что в нем есть. Упущение одного мига – равноценная потеря всего мира. На Арафате нужно надеяться на жалость, прощение и милость Аллаха, на то, что Всевышний смоет грехи наши. По наидостоверному слову имама Шафи, желательно объединить этот день и ночь на Арафате. Есть ученые, которые говорят, что это фарс. После захода солнца до полного исчезновения зарева лучше оставаться на Арафате. При возвращении с Арафата вечером нужно быть очень вежливыми, и в ожидании транспорта тоже не надо отвлекаться на мирские разговоры, а нужно читать лабайка, салават, коран или дуа. Сообщается, что посланник Аллаха, да будет доволен им Аллах, сказал, «В день Арафа Аллах Всевышний смотрит на своих рабов и прощает тех, чьим сердце есть вера, размером хотя бы в малейшую частичку. О Аллах, сделай нас из тех, в которых есть эта маленькая частичка веры!» Амин.